сегодня я знаете расскажу вам свою историю почему вдруг я решил попереться в горы почему меня вдруг захлестнула и я решила переквалифицироваться и стать вдруг альпинистом ну как это очень громко сказать альпинист но я всячески пытаюсь соответствовать и какими-то маленькими шагами двигаться решила переквалифицироваться в альпинист вот в таком вот немолодом возрасте казалось бы хотя это все очень спорно многие знают из вас из моих подписчиков или просто зрители что я летом была на эльбрусе у меня было прекрасное восхождение и часто я слышала в свой адрес вопрос катя зачем тебе это вообще нужно чего-то туда поперлась и сегодня мы поговорим про это про про почему же я туда поперлась и что меня вдохновило ну и привет меня зовут катя и добро пожаловать каменный канал все началось сравнительно недавно даже меньше года назад мы были в путешествии в очередном новогоднем ну как все пытаются куда-то уехать уехали и вот мы едем едем такой закат горы и я выкладываю пост в истории инстаграма если кто-то не подписан подписывайтесь выкладываю и говорю что это моя слабость мне так нравится горы такое чувство какое-то внутри не знаю как это объяснить потом я уже его сформулировала и я выкладываю этот пост он очень многим зашел одна из подписчица ли говорил про не много раз про эту магическую алину и она меня вдохновила сказал катя это так здорово горы это прекрасно и мы в прошлом году с моим мужем были на эльбрусе мы решили зайти ну я решила вместе с ним зайти и это непередаваемое ощущение я желаю тебе это пережить и в тот момент я подумала почему бы нет я подумала а что вот это для меня абсолютно чужое какой эльбрус это что вообще куда это что мне надо одной туда что-то куда-то е и я подумала ну надо же когда-то начинать надо же чего-то начинать и я стала с ней общаться я спросила что для этого нужно что нужно купить туда но самое основное мне хотелось именно побывать вот испытать это ощущение того что ты на вершине испытать это ощущение того что ты не то чтобы сражаешься со стихией но в какие-то минуты было и так но мне хотелось именно вот этого ощущения преодоления мне казалось что во первых я осуществлю вот это свое желание вот эту вот влюбленность которую я испытываю в горах каждый раз когда я в горах не переполняют такие слезы любви я не знаю как это объяснить мне сразу начинают как-то так становиться горячо внутри такое чувство влюбленности когда я смотрю на эту перспективу на эти пики на всю эту мощь я просто теряю дар речи и я это назвала такую влюбленностью и мне так было проще и в итоге моя влюбленность переросла в то что я приехав из этого путешествия посмотрела все все мыслимые немыслимые художественные художественные фильмы а в альпинизме все какие-то реалити-шоу все я посмотрела потом прониклась еще больше я перешла на youtube и стала там смотреть просто впечатление людей как они побывали в горах я стала смотреть проэкипировку меня засосало возможно какие-то причины были доказать самой себе что ты смелый что ты стоишь в этой жизни чего-либо и мне хотелось просто чтобы мной гордились мои близкие это конечно не без этого и мне хотелось что даже если я там окочурюсь например ли что-то случится такое бывает редко но бывает на эльбрусе даже если я умру и приму эту смерть чтобы это была смертью в жажде к стремлению к развитию к героизму это очень важно возможно мне хотелось избавиться от каких-то комплексов своих потому что у меня их последние года два мне их появилось довольно много я стала что-то слишком плохо про себя думать возможно мне не хватало какого-то действия важного и чтобы я и могла гордиться и я стала готовиться к эльбрус где-то месяц у меня заняла вот это весь просмотр погружение в тему я думаю о боже как это круто мне кто-то сказал посмотри фильм такой-то тебя сразу же немножечко пыл поубавится ну посмотрела он мне не поубавился у меня еще больше появилась жажда к тому чтобы пойти в горы и чтобы я не останавливалась мне это понравилось все что я видела и это было для меня настолько чужим настолько вообще не моя тема ну да я занималась спортом но это не было настолько важно твоя физическая подготовка для того чтобы идти на восхождение на серьезное восхождение потому что когда я была на горе я всегда думала я мало готовилась я мало готовилась несмотря на то что я бегала уже по 10 километров у меня были силовые и то есть я нормально готовилась это были мои самокопания опять же возможно этого не стоит делать рефлексия иногда может нас утянуть назад рефлексию нужно контролировать и я сейчас пытаюсь это контролировать ну и через месяц просмотра как я сказала я отложила все в сторону и поняла что так ты тут мечтать на диване можешь сколько угодно иди и готовься вот так я себе сказала и начала готовиться через месяц я стала бегать делать определенные силовые упражнения и ходить еще на технический альпинизм но это была моя личная инициатива потому что это необязательная программа и мне просто хотелось знать что такое жумар что такое карабины как ими пользоваться в случае чего это не обязательно может пригодиться если говорить про мою подготовку тут уже надо наверное снять еще очередное видео и если это интересно конечно ставьте лайки вдруг кто-то из моих зрителей тоже вдохновиться и подумает а почему бы нет знаете я часто вспоминаю фильм всегда говорит да и вот когда мне алина написала я подумала да а почему бы нет и я показалась некоторым сумасшедшей поперлась у меня двое детей маленьких но и скажите мне какой мамы вы вы гордились та которая самокопается в себе и увядает или той мамы у которой горят глаза и пусть не даже что-то случилось там сломала руку там или еще что-то даже умерла вы бы наверняка гордились больше той мамой которая чего-то добилась но это моя позиция я за стремление за то чтобы жизнь была жизнью они каким-то подобием после этого восхождения я не сказала себе фу да никогда в жизни чтобы я нет я не разочаровалась абсолютно это то что тебя делает сильнее такие моменты кто-то говорил мне что вот там на седловине там есть такая седловина между западной восточной вершиной седловина там где все отдыхают и там довольно такая большая высота 5 300 в общем то на этом месте как говорят бывало или те кто любит напугать они говорят что к тебе приходит видение голоса да куда ты идешь да что ты делаешь и ты начинаешь думать действительно ли правильно я живу туда ли я зашел и вообще чем не действительно я села на эту седловину когда у нас был перевал сидела я ждала ждала этих голосов прихода того что вот сейчас мне будет отговаривать меня в мой внутренний голос от дальнейшего восхождения но они так ко мне не пришли возможно это была внутренняя мотивация и кстати если говорить о детях практически не вспоминала о детях кроме одного момента когда мы штурмовали вершину в эту ночь мы проснулись в час или в два ну то есть мы начинаем штурмовать вершину идти на восхождение в час или два ты спать еще очень хочешь и когда мы стали подходить косой полке в тот момент я стала представлять своих детей спящих кровати ты плохо отдыхаешь тебе нужно больше сил тратить на все движения это довольно тяжело физически это довольно тяжело и когда ты идешь все что мне придавало сил это мысли о детях я представляла их спящих знаете когда мама подходит к ребенку и видит его спящим кроватки очень тонкий момент ты чувствуешь любовь всем сердцем вот я чувствую любовь всем сердцем именно в этот момент я подумала что это мощное переживание можно возродить там на вершине и когда я шла по косой полке я представляла их но солнце взошло и я подумала вы наверное уже просыпаетесь а я подхожу к вершине блин бровки домиком чё ты хотела такое видео я в куртке потому что блин здесь холодно когда ты стоишь точнее сидишь потому что ты очень устал сидишь на вершине переполнять счастье радость я не знаю как это объяснить такое чувство что внутри расцветает много цветов горячих цветов красивых и тебе хочется открыться всему миру и спустилась вниз я говорила с мужчиной около 50 булат из казахстана я у него спросила зачем тебе это булат и он сказал я хочу не чувствовать себя медузой я хочу не плыть по течению я хочу понимать что моя жизнь чего-то стоит и мне кажется эти вот эти его слова во многом помогли мне понять для чего мне это такое получилось такое получилось немножко эмоциональное видео если оно вам понравилось конечно же поддержите лайком колокольчик нажимайте чтобы не пропустить новые видео конечно подписывайтесь я вас всех очень люблю надеюсь моя история вам показалась интересной и пока и каждый раз вспоминаю об этом я не могу сдержать слез потому что материнские чувства они очень сильны в каждой женщине которая есть ребенок они очень сильные я предоставляла вот я иду здесь четыре часа или пять только поднимается солнце я только начинаю его видеть там за горизонтом который уже внизу и мне холодно я что-то делаю здесь и вы спите мои крошки в кровать и supervирует